о здравствуйте добрый вечер дорогие друзья мы на канале ведут приключения где идет обсуждение 22 эпизода кампании который называется трещина и по традиции начнем с обсуждения всеми кто что думает и так далее вера поехали обсуждение потому что они думают сегодняшний вот они как раз начинают было круто мы вот с горбатым решили что мы не боялись да перед началом вот и все как-то вспомнилось так потихонечку но что-то я понимаю что что-то я забыла и надо вспомнить перед следующим эпизодом вот но в целом мне было прикольно и интересно вот так я пока не сформулировал никакую свою позицию поэтому горбатый если все есть какая-то определенная позицию свою впечатление говорю что мне было клёво было легко и как какой-то очень легкий был въезд без всяких каких-то жестких быстрых каких-то моментов когда нужно быстро думать и так далее как-то очень плавно втекли вот и поэтому было очень клёво вот так вот ужасный эпизод мое сердце разбито не на самом деле действительно легко пошло не знаю клизма но как очень хорошо замороженная водочка вот то есть принципе горло сжигает но легко что она рука пиздец рука вернулась ура есть даже не рубка да это шикарно я считаю наконец-то наконец-то я узнал чуть больше про черную ластериншу мою значит что могу сказать ну ладно блять ну конечно хочется и дальше темпа как бы мне в компании очень не хватает темпа и я очень рад что дело здесь разъединялось с мертвой точки и не хватает темпа развития не типа событий иногда мне в компании типа вот это вот вперед да только чтобы происходило что-то действительно как бы не раскрывающие а как же обливали на телепорту ни разу не двигались то ли что-либо с дважды проверками они только кружат меня по тому и тому же месту нет очень хотелось событий я наконец начинаю как бы круто у нас есть определенное задание уже но какой-то да какая-то линия по которой я примерно не могу представить себе представить это понятно что не так не получится но я могу себе представить момент когда мы побеждаем ковин потому что ковин уже честно говоря заебал окончательно я не прошу малески и что наконец-то мы побеждаем . есть как бы какое-то представление о том что можно совершить некоторую последовательность действий и прийти к результату который меня обрадует а не отживать от бесконечного отживания внутренних проблем я теперь очень хочу эти проблемы заставлять решать окружающих меня персонажей нпс вот что мне нравится что не понравилось так это возможность сказать мы согласны делайте вот это потому что мы этого хотим а мы будем делать то что вы говорите потому что мы этого не хотим но вы хотите я за договор с фархат нам острое как игрок я за договор с ним я против я спрашивал вот ничто еще мне очень понравилось предыстории игдресса это было очень круто очень интересно я очень рад да тоже соглашусь с ребятами что мы наконец-то начали и двинули хорошо в том смысле что история втекла я постепенно в течение приключения тоже я не нервничал вообще мне мне нужно было просто общее самочувствие того что мы все втекли и и начали снова движение небольшими шажочками заставлять это колесо крутиться компанийская компания вот очень мне сегодня порадовал вот персонаж и новый гошин я зову его кроль вот и как разворачивались события то как произошел диалог с королем сама локация очень классная мы наметили вектор по которому наконец-то будем двигаться у нас у меня есть четкое понимание того куда нужно дальше двигаться если все не испортит битва вот и я не проиграю выкинув 2 единицы подряд да еще меня конечно очень волнует соперник вот и надеюсь что наша компания вот медленно при перетекать в такие интересные приключения составные из которых вот будет сейчас составляться компания мы сейчас очень много времени уделяли я имею ввиду не то что прошло три месяца вот несколько последовательных компаний последовательных эпизодов которые открывали нас персонажей мы много боролись со своими какими-то вещами внутренними они будут дальше происходить но я думаю что с них внимание уйдет и перейдет больше на сторону продвижения компании и сюжета как такового общего потому что мне очень понравилось что мы много чего по истории поняли про правление этой женщины отвратительной про битву с подземным городом дворфийским это очень круто и то как мы сейчас наметили путь вот это приключение на такое было вспомогательное как мне кажется чтобы встать на очень крутые рельсы которые дальше я думаю понесут нас вперед и мы разгонимся так что всех уедет вот собственно моя финальная фраза и ведет теперь моего персонажа он больше не боится надеюсь спасибо ваш очень две классные сцены мы с тобой сыграли да правда 1 ребят вернили да и вторую не у вас посмотрим делал понравились и вообще до история начальная с вообще с тем как это произошло мне очень было интересно я прописал это у себя в предыстории очень кратко исходя только из своих ну и из личных страхов и убеждений и гдресса но очень мало моменту этому отдал внимание гоша это расписал очень круто очень интересно и я постарался в этом сохранить свои какие-то переживания и достаточно честное и просто пустил этого персонажа потому собственно ключу сюжетному чтобы он привел меня вот к ребятам и надеюсь это ребят это голые дворфийские жопы дала к ним я так понравились пять потных дворфов на голое тело и работаешь больше все знаем про твои вкусы ты на каждой грядке крафт так возьмешь пять меня таких мокрых всех да да ты там еще при них стол нас пиливаешь а очень здорово очень интересные сцены соединились какие-то уже известные нам вещи и раскрылись появились новые загадки круто ставлю лайк я хочу сказать что я очень боялся переживал вот ребята не идут соврать я двое суток тут провел в диком в диком мандраже и в страхе почти весь эпизод как я себе представлял произошел в смысле почти до конца я дошел до того до чего хотел но вообще я крайне доволен все как-то было очень легко просто непринужденно мне крайне нравится все время с юрой играть его предыстории потому что они какие-то очень становится не знаю живые у них очень свободно двигается туда-сюда и это очень классно правда мне очень очень приятно очень интересно и вообще я больше всего рад наверное что все прошло легко потому что я очень переживал как оно все будет три месяца мы не играли это сложно мне нужно было вспомнить все эти о донаты идут а мы их не слышим да но это я сейчас зачитаю все в конце ребята сейчас когда стрима зачитаю все донаты разными голосами так что отправляйте их смело значит думаю все ждут только одного голоса телевестера значит очень рад что пошла наука в ход и что разные сплавы перлаки изучаются а их наблюдают значит никто их торгует пальцами металлы и вся эта наука пошла потому что это очень важно и в это очень много вкладываю идей собственно очень рад что раскрывается отраженное королевство надеюсь что сегодня ребятам было в нем поинтереснее потому что после последнего эпизода все сказали ну его нахуй это отраженное королевство вот я уже уходит я увидела в чатике и взяла атрибуты короче я рад что мы пока в нем потому что для меня это очень интересное место как для мастера я очень надеюсь что игрокам тоже в нем становится интересней и что мы будем эту линию куда-то что мне очень бы хотелось чтобы ребята подольше провели времени пощупали это все потискали посмотрим поглядим вот и спасибо ребята играть с вами замечательно и легко и просто я очень рад как мы все это вкатились следующий эпизод начнется жарко прямом жарко это название эпизода то есть это событие которые будут происходить а уж кого вот что там люди наши зрители дорогие любимые лидия нам уже прислала сильвестру на логопеда что мы читаем что-то все пишут что им очень понравилось не знаю читать я могу могу так и надо никнейм 2020 слов нет кроме того что я вас люблю ладно вру конечно отношение гвида и дамы меня убили момент когда юра был один и сказал про точки-точки-точки-точки-точки-точки-точки очень растрогал его рука венера клёвая сильвестр краш короче все еще всех люблю жесть спасибо что вы ездя на драгоценное спасибо хоупи хоум хочу сказать спасибо ребята огромное считаю эпизод достойным возвращением компании в мир напряженный достаточно легкий местами одной местами какой-то и смешной чувствуется разрыв по времени между эпизодами для меня это воспринялось нормально не устаю охраневать от толкиновской проработки мира от гоши будто он им живет чатику вечная любовь и да андрей каково это иметь коллекцию краденных сердец нельзя быть таким горячим шучу продолжай Гоша правда им живет тем миром поэтому так все проработано Гоша не переходит дорогу когда светится красный светофор он ждет зеленого симафора нутряк никто вообще не знает про императора симафора теперь знают про императора симафора а это отец данаи, между прочим это было самое сложное место в приключении для меня Что именно? Я не мог. Когда ты сказал, что симофор смеющийся, если просто представить себе светофор, который улыбается. Зелёным смайликом. И дальше, когда ты мне серьёзно говорил про запечатывание и отпечатывание, а у меня в голове симофор стоит. Я не могу ничего с собой сделать. Я, в принципе, как игрок отношусь серьёзно к этому, и мне важно услышать, что у меня в голове смеётся симофор. Ну, звали так человека и звали. Симофор смеющийся. Ты, Андрей, если Симофор услышал твое имя, он бы вообще угорал бы с тебя. Ещё и Андрей Горбатый тоже. Ха-ха-ха. Ой, остановиться не могу. Симофор смеющийся. Данная проливающая кровь. Крутозар, Валатар и Симофор. Очень смешно. У меня нет никаких претензий к этому имени и к самому великому императору Симофора смеющимися. Его имя разрывает меня. Лунатик пишет. Эпизод классный. Спасибо за руку Игдресса, за возвращение публио моральных сил. Очень порадовала кровожадность Теши. Будет ли она дальше двигаться этой тропой? Зальёт ли она кровью у лучки Хроморры? В какой момент ты была кровожадная? Мы в разные игры играли сегодня. Вkamerk. Да я не знаюсь. Угу. А-а-а... А-а-а. А-а, Ко да и где, а во сколько ваншот от Юрия? Через 15 минут Подписывайтесь на наш канал На канале утренние останки Надеюсь, что в феврале Утренние мышцы Утренние мышцы И не в феврале Why are you crying? Как я счастлив, что наконец-то можно вас увидеть в компании После такого очень жизнеутверждающего возвращения Хотя немного странное Умопомрачительная предыстория Как всегда трогательный персонаж Гоши, мама Очень интересно было наблюдать за тем Как Публи от спасения жизни Марка Доходит до того, что готов отправить на плаху охранников Интересно было бы узнать у Дианы Что конкретно чувствует Эша от Публи Что ее так пугает Просто внешняя неадекватность или что-то еще? Спасибо Внешне адекватность часто пугает Вы вообще не знаете, что думает Публи По поводу этого плана и отправки на плаху охранников Да И того, что Эша чувствует уже Но в следующих эпизодах обязательно узнаете Вы вообще ничего не знаете Понятно? Вы кто там? Вы что, смотрели на нами, пока мы не глядали? Ну серьезно, я скучала Смотрели, смотрели Эша очень ждет момента, когда она сможет все высказать о Публи Сметанник Рада, что компания наконец-то вернулась Очень скучала по этим персонажам и истории Но вначале было сложновато по двум причинам Во-первых, я успела забыть, что было в последней серии А во-вторых, прошлый эпизод закончился на очень эмоциональном моменте Но за такое время долгое все успели отойти от той ситуации Настроение изменилось Не думала, что кто-нибудь может мне понравиться Но кажется, с этого эпизода она мой новый краш Девушка имеет четкую цель и идет к ней Уважаю Взаимные подколы между Публием и Дафной, как всегда, шикарны Обожаю их А еще библиотека Републи Очень понравилась забота Игдеса Абэши В общем, жду продолжения Люблю 3000 сердечек И каждый поставил смайлик Каждый что? Нет Ты в жизни Хэвис Блэйдбэйд Вообще, очень многие пишут, что в этом эпизоде Понравилась твоя Хтонь всем Все вдруг ее полюбили Раньше она их сердце Вера, это не ко мне, это вот туда Это не моя Хтонь Раньше она всех раздражала, а теперь всем она очень понравилась Не поняли, какого она левела Конечно, все нравятся Хтонь Нет, чем Потому что от Хтония Публи не рыдает, разбивая скрипки И не режет себе сухожилия Хотя и так, мы тоже не реже всех схожили Маледик 92 Добрый вечер, ребята Впервые попал к вам на прямую трансляцию Влюбился в вас с первого стрима К сожалению, не успел за две недели догнать компанию Чтобы не нахватать спойлеров Но это не важно Ребята, вы великолепны Я несколько лет изучал ДНД Но лишь благодаря вам я вдохновился И собрал друзей для игры в качестве мастера Огромное вам спасибо за то, что вы делаете И теперь можно пару вопросов Гоша по пузомологии Архипелага Ваш мир входит в великое колесо ДНД? В каких планах боги обитают? Простите, а вы ДНД-ученый? Вы, если я это изучаю, ДНД не играли То есть, в принципе, какое-то знание есть О великом планарном колесе Что могу сказать? К сожалению, у меня есть ответы На практически любые вопросы По сеттингу Архипелага Но я не могу ничего сказать Просто потому, что Тогда мои игроки будут, собственно говоря К этому оперировать Я хочу, чтобы они не знали ничего о мире В котором находятся и узнавали их Вместе с их персонажами Ужасно Прекрасно Да, я думаю, так же Воша до сих пор Жалеет о том моменте, когда разрешил взять На злодеяние каргу Почему? Ну, ты как бы что-то знаешь, да Ну, да Ну, а что? Ну, да Ну, жалею Забудь Ну Долго еще Вопрос, Гоша Очень интересно Темная дама Публия Засчитала сердце невинного Потому что ребенка еще можно было спасти Или потому что это просто сердце ребенка и все Да Ну, я думаю, что дама выразилась недвусмысленно Вполне однозначно Публий проткнул сердце невинного существа Технически она была невинна, она не успела совершить ничего Она была невинна как ребенок Потом превратилась в дрянь Но и как дрянь тоже не успела ничего совершить Но она стояла перед этим выбором Да Она стояла перед выбором И она не совершила его Она убила сама себя Она вообще совершила самопожертвование Так что я проткнул сердце невинного существа И выиграл лотерею Какой господи Это было бинго решение Мария Николаевна пишет Что могу сказать Из самого бесючего персонажа Публий становится моим любимцем Кажется, что я наконец-то начинаю понимать его Он, конечно, все еще ебанушка Но такой нереальный Ну или это просто моя любовь к Андрею в водолазке Так работает Все так Ебанушка Андрей ебанушка в водолазке Потому что он разговаривает с... Кто ее? И пишет кровью из носа Шуя, почему ты ебанушка? Я ебанушка Нет, нет Я не ебанушка Ты говорил, ты зачитаешь донаты Да, читаю донаты Ненавижу мыться У меня тьми независимости Обычно я смотрел все видео на YouTube-канале Больше снимайте еще и еще Спасибо Это был Дбубу Дбубу, спасибо огромное тебе За твою поддержку канала Гоша, гений, верш Кам, Дяночка, солнце Юра, холодотецкий Андрей, хот-хот Вперед огонь Вы хотели сказать хот-дог? Это хоупи Хоупи, спасибо за поддержку канала Отношения публи И мусорных седнам И с волосами Прекрасны Но Как теперь избавиться От картины пятигновых Выглядящих как Гоша Вокруг Игдресс Никак, господа Я могу сказать, что Если я не увижу Этого фанфика По фейергу Магнуса И Игдресса Можно закрывать эту ветку На На Твиче Кстати Хочешь сказать, что Магнус Это персонаж Внешний вид которого Придумал наш дорогой Любимый Джеймс Из Америки Этот персонаж Посвящается ему Вот Какая и рука На веки вечные Магнус Это Ой, тьфу Джеймс Это человек У которого дома Есть пушка Которая стреляет Пивными банками И в знак уважения К нему Была придумана Вот эта чудесная кузня В которой Выковали Орудие Новую руку Для Игдресса Джеймс придумал имя, да? Джеймс придумал имя, да И он написал Как бы Общий внешний вид И характер Какой вот Он просто Какой-то Общий вайп Описал И Я думаю, что Мне удалось его передать Я как-то от него Это поймал Ощущение Это очень круто Это Магнус Альта Ти Джи Щепка Виолы В руке Дафны же ведь Да, я тоже так подумал Я тоже так подумал Спасибо огромное За игру Вы лучшие Дама была прекрасна С самого начала Обожаю ее Я тоже Гвиду Спасибо за моноспектакль С прошлого эпизода И за чудесную Сухую выдержку эмоций Гномов с лицом Гоши Будут Ждите в фан-артах Спасибо вам Мы передадим Гвиду Что его моноспектакль Вам понравился В кузне были дварфы Да? Гном в библиотеке Дварфы в кузне Пожалуйста, не путайте их Я прошу вас, не путайте Гномы в Волоселине колец Дварфы в Воллевого окраста Гномы есть в Воллевого окраста тоже А Лоран воришка Да, такие вот нынче баронеты Сказал человек Который нагадил в книгу Кровью Вырвал все это нахер Еще и формуляр Мне 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 суждено Править мирами Что мне до какой-то пушки Это же, по-моему, не первый раз Присылают это сообщение Прочитайте его Да Гоша У моих игроков в компании Недавно произошло горе Три NPC Которых игроки очень любили Погибли А еще двое оказались предателем А как ты так вышла? А кто это сделал? Послушай дальше После чего игроки загрузились И много раз говорили про то, чтобы умереть Как персонажей и закончить партию Я очень переживаю Как думаешь, я не переборщил с тем, что И напустил на моих игроков? Просто ко мне после игры было много претензий Мол, слишком много событий в игре Может, это просто хейтные эмоции? Вы знаете? Судя по всему, вы немного перегнули палку Судя по тому, что мы не знаем, как проходила ваша игра Но мне кажется, лично мне Сейчас еще Гоша ответит Потому что меня не спрашивали Поэтому он и ответит Он мне не говорит Мне кажется, что да, вы пережестили Попробуйте, не знаю, чудесным образом Кого-нибудь воскресить Сделать их двойными агентами Тех предателей Что они предатели И предатели-предатели И они на самом деле не были предателями Ну, в общем, честно говоря Вообще, у мастеров Я вот заметил эту штуку Во-первых, сначала у себя ее заметил Потом заметил ее у Гоши И вот сейчас тоже Гоша И сейчас я тоже это вижу Ощущение, что какие-то события в мире Могут происходить Помимо вашей мастерской воли Это не так Это вранье Абсолютное вранье Это ваша идея о том Как она должна происходить На самом деле Вы можете ломать мир об колено Как хотите Ведь, скорее всего, игроки Об этом никогда не узнают И более того Вы можете оправдать Оправдать можно вообще все, что угодно И сделать это так красиво Особенно если вы Гоша Но если вы красиво уничтожили персонажей Вы можете красиво их вернуть Если игроки Если для игроков это потеря И это давит на них Как на людей Как на человека Играющего Как на игроков То да, это жесть И мне кажется Ну, нужно подетморозить малех Пусть игроки почувствуют Просто, что они для вас важны То есть, что вам не плевать И вы не развиваете мир В угоду собственным желаниям А вы как бы Хотите, чтобы игрокам было Клево за столом И если игроки это почувствуют Им захочется снова играть А не убиться И как бы заставить вас Писать книгу По собственным приключениям Вот Просто покажите игрокам Что и вам важны Их чувства И что Как бы Эти потери Которые Они понесли Если даже Невозможно Их никак исправить Но Возможно Могут появиться Другие НПС Которые подарят им Надежду Радость И как бы Ощущение Что мир не будет Всегда таким Предающим Умирающим И Изничтожающим Это вот мое мнение Я хочу сказать Что художественные произведения Игры Относятся тоже к ним Немножко Они находятся В рамках И определенных жанров Жанры Бывают разные Бывает Комедия Там люди Там происходят нелепые вещи И люди смеются Типа библиотекаря Который странно разговаривает И собирает формулярочки Есть жанры слэшера Там всех гасят Рубят Людей В капусту И проводят их Через фарш Типа библиотекаря У которого украли книгу Важная Вот Есть смесь жанров Типа библиотекаря Которая угрожает Разрубить вас за формулярочки Собственно говоря Играть нужно В те жанры Которые вам нравятся Есть жанры Которые Мне например Не очень нравятся Хотя их на самом деле Нет Мне все нравятся Жанры Больше всего Мне нравится их смешивать Я просто устаю От одного и того же жанра Я например Не люблю Вчистую боевики Вот Кто-то не любит Вчистую слэшеры И страдания Когда одни сплошные страдания Одна жанровость Она скучна Хотя есть люди Которые любят играть В одном жанре Но просто спросите У своих игроков Во что они хотят играть Это раз Два Если вашим игрокам Не нравится то Что вы делаете Ну значит Надо что-то другое Потому что Иначе просто Они уйдут от вас И никто играть Не будет ни во что Все расстроятся Разбегутся А вам придется Опять играть в джангу Одному на кухне Как мне Значит А что-то никто не смеется И последнее 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 Что там было Это раз Два А вот Главное Если вы мастер И зачем вам убивать Персонажа НПС Если вы хотите Сделать вашим игрокам И их персонажам Больно Не надо никого убивать Есть гораздо более Изощренные Изящные методы Приносить В книге На 376 Стойке Нет На самом деле Есть огромное количество Способов Доставлять Неудобства И неприятности Не убивая Убить Просто смерть Это последний в исход Все Ты убил персонажа Все А что дальше Вы же мастером стали Чтобы доставлять Неудобства И неприятности Нет Неудобства И неприятности Это правильно Вообще Мастер должен Доставлять неудобства И неприятности В этом его И задача Собственно Потому что он Приключение Есть такое приключение Борьба с неудобствами Есть такое приключение Борьба с неприятностями Поэтому мастеры Должны их доставлять Другой вопрос Что можно придумывать Изящные Красивые формы У этого Такие изящно Садистские Нежно Доминирующие Которые Которые не будут Как бы ставить крест На персонажа Которые вам нравятся Будут их мучить Заставляя игроков Изо всех сил Стараться их спасти Это гораздо лучше Чем смерть Да и Да и В жизни так же Есть надежда Потому что Сейчас почему-то Мне вспомнился Младенец Чья душа застряла Между Потом Архар Кто лишился души То есть он как бы Не умер Можешь сказать Но он мучается Да И игроки тоже И девочка Ее не убьют А превратят В мерзкое существо Ну не надо Сейчас Я тут даю советы Вы доконструируете Нашу компанию Хватит Все Выключаем У вас выключили Чотик Так Ну чего там Кто за чат отвечает Будем читать Я просто в шоке Много сообщений Они тут уже просто Выясняют какие-то Про какие-то свои игры Все тогда Если чат нас не обращает внимания Мы тоже уходим в закат Если чат неинтересно Что мы говорим То собственно говоря все Я включаю закат Вот и закат Закат обсуждения нашего Это вот мой У Владыки глубин в жопе Ну что ж 109 зрителей обсуждения Это кстати Очень большой рекорд Для 3 часов ночи 110 человек на обсуждение Большой рекорд Большой рекорд Как мировой гонбольный Вечеринку Рассказ молнии Началась образа Ладно понятно В общем У нас тут дозграфирует Берите из нашей студии Берите из студии пожалуйста Если отзывов больше нет Там что-то появилось Я вижу вверх Есть есть Тим Аврей Никакого спать Минутка СПГС Я не знаю что это значит Слава партии голых страйкеров Типа щепки из виолы В руке Дафны Отсюда спас броски харизмы В библиотеке Это душа матери Гвида Которая была в виоле Она прорывается Чтобы образумить Запутавшееся дитя Вот такой вот отзыв Кайф Звучит как твист Круто что Гош придул по-другому Но теперь будет так Алексей Каракурт Я абсолютно новичок Во всей этой теме С чего стоит начинать Тому кто вообще не шарит за ДНД С чтения правил С входа в наш дискорд Ссылка сейчас будет в чате С входа в наш дискорд С фразой в общем чате Мне нравится ДНД больше чем Гурбс Да Антон где ты Это следующее сообщение Антон а скажи про ДНД А то я его обожаю А то я его обожаю Ладно на самом деле Просто мы к сожалению Не можем на такие вопросы Отвечать Потому что это будет Неуважением Ко всем предыдущим 21 эпизодам обсуждений Которые люди смотрели Мы очень много Часто об этом говорим Купите книгу Игрока И реально Добро пожаловать в наш дискорд Там люди вас встретят И расскажут все Что вам нужно знать О ДНД Если вы спросите Там Вы не бойтесь Там все приятные люди Добрые Отзывчивые У нас шикарная комьюнити Думаю я Не разочаровывайте меня дискорд Вопрос такой В приключении говорилось Как умер Иль Это еще пока для нас тайна У чата есть предположение Что он не выжил После Три Маури Нет он выжил Не мог не выжить После Три Маури Потому что он им победил Да У него было самое большое Самое крутое У него было в Три Маури И нет Он не умер После Три Маури Но Обстоятельства его смерти Пока сокрыты Да От Игреса От чата От Игреса Нет От ребят Юра знает Юра собственно Это и придумал Так что Молодец Юра Он просто умер Не Ну Часть информации Вы уже знаете Сегодня Можно было узнать Да СПГС Синдром поиска глубинного смысла Вопрос начинающему мастеру Что делать Если игроки Идут в противоположную сторону Сюжетных веток Которые ты придумал Просто возьмите Перенесите Куда они идут Это как раз На дороге За левой дверью Была сюжетная ветка За правой Кусок говна Они идут вправо Вы просто Меняйте их местами Абсолютно На самом деле Рому ничего не говорите Да На самом деле Герои не могут Пойти в противоположное направление Потому что его нет Понимаете В этом В игре Нет 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 Никакого противоположного направления Но только если нет Если конечно Вы говорите Что героям надо спасти город Они такие А класс Добиваем город Ну что Видимо Ваше приключение превратилось В приключение Про то Как надо добивать город Злодеяния Всем очень интересны статы Новой руки Игдреса Там жесть Там 1д12 Плюс 7 урона Там плюс 3 на атаку К его бонусу Там Или нельзя это все рассказывать Главное, что это первый классовый предмет Только для варваров И он наносит орун огнем При впадании в ярость И очень смешно, как оформлена карточка Потому что до этого карточки Карточки других предметов Они напечатаны Напечатан текст в текстовом редакторе И распечатаны И поэтому это ощущение, что это карточки реальных предметов Существующих А эта карточка написана от руки Поэтому это кустарный предмет Который эти гномы сделали Побыстрее бы написали к нему бирку И такие нахрен Для меня эти гномы немножко выглядят Как из безумного Макса Какие-то в этой гноме Воленгорский металл Нам нужно немножко пензака Чтобы сделать Воленгорский металл Игнос То есть Игнос 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 Мне очень интересно Насколько опасно То, что что это сделано из валенгорского металла почему это? валенгорское золото не очень любят в священной империи валенгорское золото значит этим заплатим валенгор валенгорский металл его можно было купить мне кажется любой контакт с валенгором дело в том что на самом деле он выглядит как металл просто очень красиво то есть эксперт разберет отличит валенгорский альфрам от не валенгорского с этой точки зрения еще я представляла как если типа когда мы заходим в любое помещение нас обыскивают и забирают оружие что будут делать с Игдрысом это мой протез у вас за всю компанию ни разу нигде не обыскивали не забирали оружие архар нас всех обшмонал я думаю уже настало то время когда нас шмонать не будут Архар без души сидит так что самое главное мои опасения по поводу следующего эпизода просто я надеюсь что не выйду против брата все у меня тут других других опасений да надеюсь тоже посмотрим ой интересно да да иди наше против брата не знаю за твоим королям обоим тут еще такой вопрос по поводу руки Игдреса рука гнется в локте или это монолитное лезвие гнется вот здесь вот так да гнется да судя по его легкости он вообще гнется как хочет это не лезвие это скорее такая знаете сексуальная плёточка такая я вдохновлялся терминатором сразу скажу да это видно это видно это видно а вот это не видно а я только опять смотрела тысячный раз пыталась посмотреть полностью алхимика стального и там был этот потрясающий момент опять подсоединение протеза когда с нервными окончаниями соединяется так люблю это как-то всегда больно показано надо посмотреть я хотел написать комментарий про Игдреса Т-1000 да я кстати вообще долго думал про эту историю в смысле не про терминатор а вообще про эту руку мне очень в общем а главная фишка этого оружия то что при попадании цель проходит спасбросок с лошадью 15 и если проваливает его то она автоматически захвачена это гарпун тип оружия гарпун и причем только у Игдреса есть им владение даже у публи нет владения гарпунами даже у публи нет владения гарпунами да воинским простым а гарпун это особое оружие им владеют моряки смешно написано ригар ноги ножницы все извините продолжить веселиться дети при следующей встрече это новая рука сымай ну блядь нет дети при следующей встрече звякают кандалами и уже мы им говорим сымай господи вселенский номинатор что ты хотел ну блядь ну блядь ну блядь ну блядь да куда там 40 двухмачтовый корабль что может служивать ну фиг знает ну типа дофига народу но я попрошу побольше Если Юрак сказал 9, я в какой-то момент даже, типа, видимо, реально 9 Он рассчитывает на детей, на всех, которых мы от каторги спасаем Команда соберется просто из нужных людей и поющей братвы, чтобы было кому петь И все мои любимые персонажи этой компании, Ригер, Зар, Сильвестр Такие как Такие как, Ригер, Зар А почему я Сильвестр предлагаю посадить вот это воронье гнездо наверх, чтобы он оттуда нам говорил А зачем вообще Сильвестру особо разговаривать? Он библиотекарь Конечно, он библиотекарь, я бы сказал Нет, он формулярщик Формуляровед, распорядитель Опишите, как вы думаете, получится ли у нас украсть кристаллотерея И как быстро нас поймают и посадят на электрический стол А если у экзерса получится вернуть руку у Ковина, он ее повесит над входом в каюту Либо засунет ее в одну из жоп этой тварей Фу, ну чем? Я говорю, вот эту лучше новую в жопу засунуть Вот эту новую? Конечно, она раскаляется еще Я так пытать буду Те избранные люди, которые смотрят обсуждения на ютубе, пишите ваши комментарии Да, господа, если вы смотрите на ютубе, поддержите этот замечательный канал коментом и лайком, пожалуйста Мы делаем это только для вас, потому что обсуждения мало кому нужны Докажите нам, покажите, дайте поверить, что они нам действительно нужны Что вообще вы в них смотрите? Да, или мы не будем этим заниматься и загружать их на ютубе Они портят нам статистику, потому что вы просто смотрите и молчите Да, вы что-то напишите хотя бы, типа, вау А давайте какое-нибудь... Вау, бессмысленное обсуждение, зачем вы его выкладываете? А мне тоже понравилось Какой-нибудь классный вопрос давайте зададим Нет, на самом деле смешно, что обсуждение на ютубе не нужно Я сейчас только что понял, знаете почему? Просто люди, когда обсуждают эпизод, они обсуждают его в комментах к эпизоду Нет, писали же, очень интересно послушать именно наши вот ощущения после игры Ладно, ты, человек, который смотрит это обсуждение Напиши-ка, если тебе не сложно-ка, в комментариях к этому видео Какая сцена тебе больше всего понравилась в этом эпизоде И почему И лайкосик метни И будет здорово И нам интересно И ты выскажешься И как бы обсуждение будет... ну, обсуждение продолжится Мы лайкнем этот комментарий А мы лайкнем его Репостим Я маме отправлюсь Смотри, мам, про меня люди пишут Так что всем выгода Выгода Торги-ровля С одержанным колесом Торгировля 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 Это то, что мне в фархатбол стало лучше всего, да? Торгировать Вот горбатые люди тут уже в Википедию залезли И говорят, что у двухмачтовой шхуны команда из семнадцати человек Ну, вот семнадцать Семнадцать Девять незнакомцев А это, может быть, кто-то охотно своих Но это, ребята, шхуна Судьба То есть это современный корабль Т.е. это современный корабль Т.е. это современный корабль Ты правильно понимаю? С современного корабля Нет, или у парусника Четырехпарусного Ладно Все, пора Между нами ДНД Ты к нам тоже приходи Мы старались вместе тут Приключения грядут Приключения грядут